Друзья, всем привет! Прикупил я тут себе новинку недавнего времени Poco F6. В целом аппарат очень интересен тем, что как минимум он идет с новыми фишками HyperOS, во-вторых, это продолжение культовой линейки именно Poco F, плюс есть еще китайский его аналог, на который можно поставить интересные фишки. Ну и потому звезды сошлись и устройство приобретено. Потому в этом видео мы его распакуем, проведем первоначальную настройку и посмотрим, что же данное устройство может нам предложить. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Аппарат у нас идет уже в стандартном стиле для линейки Poco F, Poco F6. Ну тут, соответственно, где я его приобрел, ну и в принципе все. В любом случае я уже заждался, когда же распакую данное устройство, и давайте сделаем с вами это вместе. Как обычно, люблю эти первоначальные ощущения, когда ты распаковываешь новое устройство. Что же, как обычно, мы тут с вами наблюдаем конвертик, в котором мы с вами получаем, наверное, стандартный прозрачный чехол. А хотя нет, мы с вами не получаем стандартный прозрачный чехол. И я так понимаю, что во всех уже новинках будут такие темноватые чехлы, что, ну, наверное, делает компанию Xiaomi и их все подразделения, ну, несколько такими отличительными от всех остальных брендов. В общем, по данному конверту ничего сверхнового нет, и потому мы переходим к самому смартфону. Когда у меня в магазине спросили, какой я хочу выбрать цвет, немножечко на данном моменте я застопорился, потому как из обилия трех цветов не знал, какой выбрать. Ну, в общем, мой выбор остановился на вот таком зеленом. Наверное, камера вам не совсем правильно передает данное цветовое решение, но имейте в виду, что это как бы зеленый цвет. Конечно же, пленка на первое время у нас наклеена, и в целом это очень хорошо. Пока мы запускаем аппарат, посмотрим еще, что же еще компания нам положила дополнительно в комплекте. Интересно, он разряжен? Нет, не разряжен. Ух, да, сразу наблюдаю вот это вот здоровое Powered by Android. Еще бы, наверное, больше бы сделали на весь экран, чтобы мы знали, что это прям именно у нас тут Android будет, а не там iOS, к примеру. Ну, конечно, странное такое решение, но да ладно. Также, что еще по комплекту? Это у нас 90-ваттный зарядный блок. Да, очень круто. И также я еще так наблюдаю, что компания решила несколько видоизменить свою коробку. Если обычно у нас всегда вот так было, тут они решили поступить немножечко иначе. Как говорится, мелочи приятные, и тоже, в принципе, с каждой новой линейкой пытаются что-то новое предложить. По комплекту мы с вами разобрались. Сам телефон, какие мои первые ощущения? Ну, конечно, немножечко так попахивает некой дешевизной. Ну, в плане того, что, ну, это пластик у нас, не стекло, понятное дело, как на том же F5 Pro, к примеру, было, которое я продал ради того, чтобы приобрести данное устройство. Но так-то в целом и в общем, ну, в руке так лежит неплохо. Но, конечно, материалы не очень-то и премиальные. И, соответственно, сейчас я первоначально пройду настройку для того, чтобы посмотреть предварительно, что тут есть интересного. И, возможно, о каких-то фишках я сделаю отдельно там видеоролики, соответственно. Плюс обзор будет, там, возможно, какое-нибудь сравнение еще запишу. В общем, аппарат очень интересный. И пока давайте все-таки его настроим и посмотрим, что же нас там может ожидать. Ну что же, друзья, первоначальную настройку я прошел. И в целом, что я могу вам сказать. Аппарат интересен по-своему. Да, возможно, вы после, там, перехода, ну, с F5 Pro, допустим, вы не получите какой-то флагманской мощи, ну и тому подобное. Меня больше тут интересовал софт, потому что тут есть интересные фишки, которых, ну, скажем так, не найти, там, в каких-нибудь других моделях. И это является исключительно фишкой именно Poco F6. В частности, это раздел, который называется активное визуальное восприятие. То есть устройство может отслеживать ваш взор на аппарат, ну или же, когда вы его блокируете, аппарат также может отслеживать активность ваших глаз, ну и, соответственно, устройство разблокировать. То есть данная тема работает в обе стороны. С одной стороны, да, интересно, но с другой стороны, как на практике, это все будет работать. И еще есть одна интересная тема, это бесконтактные жесты. Ну, скажем так, на сейчас они работают не совсем хорошо. Есть определенные вопросики к реализации данной функции и опции, но я думаю, что в будущем разработчики, ну, немножечко поработают над реализацией данной фишки. И также, как вы можете заметить, пока что лишь поддерживаются два основных приложения. Это музыка и YouTube. Еще есть, как бы, у нас фишка по смафиванию вызова с помощью этих бесконтактных жестов, но я не особо смог, как бы, с первого раза с этой темой разобраться. Поэтому придется еще дополнительно уделить внимание данному моменту. Еще также у меня в настройках есть раздел, который касается субтитров. Ну вот какая интересная незадача получается. Как только я нажимаю, мне выскакивает, что необходимы учетные данные. Но те, кто следят за моим каналом и те, кто за нашим телеграммом следят, вы знаете, что я при покупке Xiaomi 14 подавал все необходимые там запросы, заявки, чтобы получить доступ к умным субтитрам, к умной галереи, к Hypermind и тому подобного. В общем, все необходимые разрешения у меня на аккаунте есть. Но вот почему это устройство не хочет их подхватывать, я, к сожалению, понятия не имею. И почему, в принципе, это так тут реализовано. Из всего остального, что я хотел бы вам такого интересного продемонстрировать, это то, что, конечно же, устройство у нас под управлением 14 ведра сразу же из коробки идет, и я сразу обновился до 1.0.4.0. Кстати, полноценный обзор я отдельно на него также сниму и расскажу, что же интересного в целом в оболочке добавляется. Конечно же, есть еще и режим взаимосвязанность, которая, ну, не совсем присуща смартфонам Poco, потому что на том же, ну, допустим, Poco F5 Pro данного раздела не было. И я все ждал, когда же он появится. Но, опять же, как сообщали некоторые пользователи, на F5 уже данная фича добавилась. И вот на F6 тоже с обновлением оно пришло. Мне также будет интересно посмотреть, насколько оно будет работать с планшетом, потому что также, как вы, наверное, знаете или уже слышали на просторах моего канала, что Xiaomi 14 и Pad 6 в этом разделе взаимосвязанность, к сожалению, не дружат. Еще вас, возможно, заинтересуют такие вопросы, которые касаются наличия тут устранения мерцания, а также улучшенных текстур. По улучшенным текстурам я уже говорил, что оно нам улучшает размытие в шторке. То есть, если вы опускаете шторку и сзади наблюдаете контуры ярлычков, то, как бы, это у вас не полное размытие. Как только вы активировали вот эти вот улучшенные текстуры, соответственно, вы получаете возможность наблюдать именно саму шторку с полным размытием. То есть, вы контуры никаких дополнительных не можете наблюдать. Да, это прикольно, да, это интересно, ну и в целом, как бы, вот так данная фича реализована. Ну и по всем оставшимся разделчикам также есть определенные такие моментики, нюансики мелкие, из которых я мог бы отметить в разделе батарея. Это то, что у нас тут теперь есть три таких раздела, как обычная зарядка, оптимизированная и ограниченная зарядка. Также вот третий компонент я в современных Xiaomi не встречал. И еще меня заинтересовала камера, потому что тут очень много всяких настроек, которые, ну, я думаю, что снимки будут делать весьма неплохими. Опять же, это нужно все смотреть на практике, сравнивать, и я думаю, что из этого также что-то может интересное получиться. Поэтому рекомендую вам подписаться на канал, кто этого еще не сделал, поставить колокольчик на данном канале и подписаться на нашу телегу. Там мы также публикуем актуальную информацию по Xiaomi и оболочке HyperOS. Ну и теперь давайте подведем итог. В целом, Poco F6 это очень хороший предфлагман. Если вы себе ищете такое устройство, которое обладает там возможностями по типу AMOLED-экрана, 120 Гц, современными там всякими наворотами в HyperOS, там вы ищите также себе крутую камеру, то данное устройство будет именно для вас. Конечно же, есть у него еще нюансики, о которых мы поговорим в полноценном обзоре, но первоначальные такие мои ощущения по данному устройству, оно годное. И его в целом можно рекомендовать к приобретению. Ну а если я о чем-то забыл упомянуть, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.